Сезон обострения аллергических заболеваний стартовал. Он связан с началом цветения растений и деревьев. В этом году процесс начался раньше обычного, из-за теплой погоды. В зоне риска оказались и взрослые, и дети. У кого есть отягощенная наследственность по аллергии, и, соответственно, есть проявления аллергических заболеваний, таких как атопический драматит, аллергический ренит и, конечно же, бронхиальный астам. Нам некомфортно, страдаем аллергией, цветением, на пыль, на все. С таблетками, конечно, стараемся. А что делать? Каждый сезон так. Сами видите, после зимы везде грязь, все. Мы надеемся на городские службы, что все нам поправят, сделают. А сейчас же ветер, все, вот эта пыль, все поднимается. Чистый воздух – один из залогов здоровья человека. Однако в нем содержатся разные примеси. Одна из них – живые организмы. Их можно встретить в каждом доме. Пыль дома, она содержит в себе клещей. Вот именно эти клещи являются тем аллергеном, который вызывает обострение заболевания. И эти клещи содержатся, живут и в коврах, в подушках, в одеялах. То есть везде эти клещи могут быть. Однако аллергены – не единственная проблема. После зимнего сезона, когда дорогу посыпали песком, осталось огромное количество пыли. Мы проехали по Касимовскому и Окскому шоссе, улицам Быстрецкой и Высоковольной. И везде встретили одну и ту же картину. Клубы песка и пыли поднимаются в воздух, заполняя легкие прохожих. Особенно, когда ветер. Пыли много. Ну и, наверное, за счет того машины по обочинам не убирают и не могут машины почистить все. Так что некомфортно. И ветер несет такие клубы сильные. Да, замечено. Ну так, по-моему, всегда бывает после зимы. Идешь и дышишь пылью этой. Ну никак, как закрываемся. Глаза закрываем. Пытаемся не дышать в это время. Еще в феврале региональный гидрометцентр зафиксировал превышение числа взвешенных веществ в воздухе почти в полтора раза. Это пыль, зола, сажа, сульфаты, нитраты и другие твердые частицы. Они образуются в том числе при горении топлива. Мы направили запрос в администрацию города с просьбой рассказать об уборке города и методах борьбы с пылью. А тем временем, для привлечения внимания к проблеме загрязнения воздуха, Greenpeace создал новый проект. Они разработали карту СОС «Воздух», на которой можно узнать, где находятся источники загрязнения, а также оставить жалобу на качество воздуха в конкретном районе. Greenpeace отправит обращение в Роспотребнадзор с требованием провести проверку. Рязанцы уже оставили несколько заявок, большая часть из них из Дашковой песочни. Напомним, что ранее Greenpeace публиковал рейтинг регионов по качеству воздуха. Рязанская область оказалась в последних строчках списка.